Торопился поздравить родного человека с днем рождения, спешил за подарком, а маску забыл в машине. Эксперты предупреждают, такая рассеянность может испортить праздничное настроение, а также стоит здоровье и денег. Нарушителями вперед действия особых указаний в связи с пандемией могут оказаться подростки, гуляющие в торговом центре без взрослых, граждане, отказывающиеся носить маски в общественном месте, малый бизнес, пренебрегающий антиковидным режимом. К примеру, только на прошлой неделе в ходе очередного рейда в этой оптике, расположенной в крупном торговом центре Кировского района, комиссия зафиксировала нарушение. Да, конечно, был момент, когда зашел клиент и приспустил маску, мы ему вовремя не предупредили об этом. Теперь, соответственно, мы соблюдаем все предписания и при входе каждому говорим, чтобы надевали маску. Сегодня торговые центры – зона особого контроля. Рейды проводятся ежедневно. Наличие дозаторов, наличие социальной разметки, наличие объявлений о том, что нахождение без маски упрещено. Также наличие журнала. Работники, приходя на работу, должны замирать температуру и записывать свое состояние в журнал. Каждый день за работой отделов следит и администрация центра. Могут обойтись как простым замечанием, могут и наказать рублем. Страшно, не санкции применить. В любом случае предприниматели должны руководствоваться, в первую очередь, действующим законодательством. Поэтому правы требуют от них соблюдения. По словам членов комиссии, сейчас уже сложнее найти нарушителей. В этом и цель. Главное – выработать у предпринимателей понимание реальной эпидобстановки и готовность честно работать в безопасных от ковида условиях. Для нас безопасный шопинг – это на первом месте. Не хотим нарушать никакие правила ни губернатора рекомендации, ни правила Роспреднадзора. Также мы беспокоимся о здоровье своем и окружающих нас людей. Теперь чаще и сами жители осознают, что без масок ходить за покупками небезопасно. Так-то я уже переболела. Ношу, когда в народ иду. Мы же не знаем, что несем с собой. Каждый может. Рейды по соблюдению требований Роспотребнадзора проводятся каждый день. Только в Кировском районе за сегодня на владельцев объектов потребрынка выписали пять актов. Всего с начала действия режима повышенной готовности и ограничительных мер собрано более 200 материалов. На их основании в дальнейшем оформят протоколы. Их рассматривают в суде. Максимальная мера наказания для предпринимателей за пренебрежение антиковидными мерами – штраф до 300 тысяч рублей и ограничение деятельности на три месяца. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.